Соперница только-только просела вниз. Сразу практически не думает. Это чисто выучка и отработка. Но мы потихонечку перемещаемся к мужчинам. Коэффициентная категория 230 единиц. Самые быстрые ребята и, как правило, очень интересные работающие. Ну, тут сеточка прям хороша. Эвел Джон Холов, представитель Красногорска, против Кирилла Ланьшина из Магнитки. Готовится. Гонок 27. Ивана Сергеевна. Кстати, мы сегодня обсуждали сложности присуждения звания мастер спорта международного класса. Победа на чемпионате России. Там бальная система, к превеликому сожалению. То есть, ну, номинально, номинально на России. Если ты выиграл чемпионат России, ну, в моем понимании, мастера можно смело присваивать. Потому что здесь конкуренция и отвал головы абсолютно. То есть, невыше интересная актограмма. Сейчас, посмотри, чем эпизод закончится. Камиллжон их сейчас неплохо очень подгружает. И подгружает ему шею. Полез за воротом. Подкручивается Ланьшем. Вставляем коленочку. Попытка свипа нет. И выход на рукой какой интересный мог получиться. Не зашло. Кирилл здесь отработал в защите. Камиллжон попытался переключиться. Но это супер. Это супер. Это, конечно, вам. Великолепный бойцовский мышлений. Прекрасная выручка. И у одного, и у второго. Одной борьбы нет. Подхват под одно. Сажает фактически на себя. Успевает развернуться. В принципе, есть сейчас вариант поработать. Здесь вот до сломы было близко. Молодец, не отключился. Заходит на руку. Попытка рычага локта. Сейчас будет обходить ножками. Накроет, я думаю. Ланьшем молодец. Кимэ здесь не дадут. Прихвачена рука. Прихвачена рука. И пока ты ее не отберешься. Он пытался ему... Во-первых, он ушел от двух рычагов. Поправочка, он коменджен не хохлов, а все-таки ахолов. Поэтому, ребят, графика чуть поднимаетнее. Спасибо большое. О, хорош. Вот это максимально такая, знаете, очень хорошая. Очень, ну, по-кудочному это называется. Может быть, даже где-то грязно. Какие добавленные. А не дышим. О, попал Малаху. Попал Малаху, недоконтактный. Ну-ки. Заскакивает справа бокового холла. И хорбы нет, ребят. Здесь дополнительное время будет просто вот борьба за огонь практически, как у того Роня Старшина. Дэм. Хватит, хватит. Вот он. Так, давайте посмотрим повторы. Посмотрите, вот он закручивался. Проскочило плечом. Это здесь подхват с посадкой. И посадил на спину. Вот здесь опять пошел. Не донес немножко бедро. Тут колено навстречу ловит. Прям очень скоростной поединок. Там, по-моему, здесь есть на что посмотреть. А первое дополнительное. Здесь разбираться и срабатывать. Попытка подхвата. Ой, хорошо. Ну вот рука есть. Рука была, точнее. Все, вытащил. Рохолов, конечно же, исполнитель такого, чем высокого уровня. Боевая ситуация, причем дополнительное время. А он так исполняет удары достаточно сложные, технические элементы. Набрать вестов. За активность, за... Ударки, это полбой еще. Ну, давай, ребята. Получаются морально-волевые качества. Кто шел вперед? При прочих равных будут смотреть, кто шел вперед и атаковал. Выпрямись, работай. Воин, сейчас ни в коем случае нельзя показывать, что ты устал, что тебе тяжело. Игорь, вы прямо... Попал! Еще попал! Оу-лайншер. Его, смотрите, судьи тоже мнения разделились. Три белых флажка, один синий. Но Полов, конечно же, и в борьбе, пока она была, тоже накрутил там пироэтов и кружев наплел. Ну, вот у нас в финал. Очень волевой поединок.